Ну вот, я хотел бы сегодня прочитать лекцию, включающую довольно мало математических доказательств, и те, которые будут, они будут очень короткими. Можно это отнести к тому, что такая жара, можно к тому, что это будут такие важные вещи. Многие важные вещи, они важны в частности потому, что они очень просто и коротко могут быть описаны. Ну вот, общая тема, она обозначена как математическая логика и теория алгоритмов, с такого математического конца. Но можно описать ее и иначе, это будет рассказ о попытках понять, что такое математика со стороны математиков, и к чему эти попытки привели в некоторых отношениях. Ну вот, в конце XIX века возникло такое представление, оно связано с именем, часто связывается и справедливо с именем Кантера, что различные математические ситуации, объекты, явления, доказательства могут быть рассмотрены в рамках очень небольшого количества таких базовых ситуаций, объектов и отношений. А именно, стало понятно, что можно, хотя и не обязательно, но можно, а в дальнейшем оказалось, что это очень продуктивно и полезно, считать, что математика имеет дело только с одним видом объектов, с множествами. И только с одним видом отношений, а именно принадлежности. Ну вот, на первый взгляд, если так вот сейчас на эту ситуацию посмотреть, то кажется, что все хорошо, но, впрочем, вот есть еще такие объекты, которые множествами не являются, ну, например, натуральные числа. Ну, да, когда учат натуральные числа, скажем, в школе, и как традиционно они рассматривались, то числу 3 ничего не принадлежит, у него нет элементов. Но довольно быстро стало понятно, что вот такие исходные элементы, которые не множество, а без них можно обойтись. А именно в терминах множеств, говоря только о множествах, легко определить, что такое натуральные числа. Ну, например, легко объяснить, что такое пустое множество. Это такое множество, у которого нет никаких элементов. Ну, вот давайте считать, что это просто и есть число 0. Ну, а дальше можно по-разному определять. Например, такая естественная идея могла бы стать в том, что числом 1 считать множество, которое единственный элемент 0, и так далее. Но более удобным оказалось взять другое определение, а именно считать, что чисел. Вот возникла такая ситуация. То, что я сказал, просто один пример того, как мы начали говорить про множество. Ну, в математике есть, конечно, и разные другие важные и интересные объекты. Например, функции. Ну, вот оказывается, что, скажем, функцию можно описать как множество пар. Ну, а пары – это тоже множество специального вида и так далее. Вот возникла такая традиция, в которой мы сегодня на самом деле и живем. Вы уже с ней в той или иной форме сталкивались уже в школе, хотя в школе в какой-то момент решили, что множество надо было поменьше, но, тем не менее, они всячески туда тоже проникают. И учителя, употребляя слово «множество», им, естественно, пользуются объединение множества и так далее. И в олимпиадных задачах они часто встречаются, как вы знаете, это понятно. Так вот, занявшись таким общим понятием множество, ну, возникли некоторые задачи уже просто про множество, про любые множества, не относящиеся к числам, скажем, и так далее. Ну, вот, и в частности возникли такие полезные определения, как определение равномочности множества. Ну, два множества равномочности, между ними есть такая взаимнооднозначная функция, взаимнооднозначное соответствие. Ну, что это такое, вы, конечно, знаете. Ну, и вот таким базовым множеством, вот, как раз множеством натуральных чисел, такие первые простые открытия, относящиеся к множествам вообще, стали в том, что, ну, например, множество четных чисел равномочно множеству натуральных чисел, или множество целых чисел тоже равномочно, множество рациональных чисел тоже равномочна мощность натуральных чисел, Вот все это счетные множества, такие бесконечные счетные множества. Наверное, вы решали задачки, в которых такое соответствие устанавливалось, я сейчас про это говорить не буду. Скажу про следующую задачку, тоже в некотором смысле просто объясняемую, но которая потребовала некоторых усилий для ее решения, оказалась очень важной для того, про что я буду говорить. А именно рассмотрим еще такое множество, множество всевозможных последовательностей, состоящих из нулей и единиц. Ну, например, такая там 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 и так далее. Вот. Ну вот, известно, что это множество, наоборот, неравномочность множества натуральных чисел. Кто это знает, поднимите руки. Ну, вот, все это знают. Ну, конечно, все помнят и замечательное доказательство этого утверждения. Оно выглядит таким образом, что мы приводим к противоречию это обстоятельство, а именно представляем себе, что у нас есть такая таблица, в которой в вертикале расположены натуральные числа, по горизонтали тоже. Вот. И мы представляем, что в эту таблицу мы сумели выписать все последовательности. Нулевую последовательность вот здесь, в первой строчке. Она не обязательно стоит из нулей, это просто последовательность с номером 0, то есть последовательность, находящаяся в соответствии вот с нулем. Ну, здесь тоже что-то написали. Вот. А дальше мы проделываем такой замечательный фокус, который работает и в случае конечной таблицы тоже, но уж точно в случае бесконечной, а именно мы заменяем на диагонали этой таблицы, стоящее там число 0,1, на противоположное, то есть 0 на 1, 1 на 0. Получаем некоторую последовательность. Ну, в данном случае она начинается с 1, 1, 0 и так далее. И говорим, что эта последовательность отличается от всего того, что есть в таблице, от всякой строки в этой таблице. Ну, действительно, от n-ой строки она отличается на n-ом месте. Вот так мы нашли такую последовательность, которая не входит в таблицу, ну и значит, наше соответствие не имело места. Вот такая таблица невозможна. Ну, вот один из таких первых результатов, которые были на эту тему получены, достаточно впечатляющих. Ну, вот, как я сказал, в некоторый момент математики поняли, так сказать, чем они занимаются, и это оказалось множество и принадлежность до них. Ну, а дальше возник более важный вопрос. Это, так сказать, предмет их рассмотрения. Кроме того, они занимаются доказательствами. И вот возник вопрос о том, что же такое математическое доказательство. Ну, вопрос этот был не новым. На самом деле, одна из самых древних по математике, начало Евклида предлагает, ну, некоторую точку зрения на то, что такое доказательство в геометрии. Именно там имеется представление о том, что такое аксиомы, что такое рассуждение и так далее. Но, тем не менее, вот, доказательства, имеющиеся у Евклида, они, на самом деле, не до конца могут быть легко доведены до такой полной математической ясности. То есть, дать математическое определение того, что такое доказательство в книгах Евклида, оказалось непросто. Ну, в этом деле определенных успехов достиг, в частности, Давид Гильберт. Я еще о нем буду говорить. Он тут центральный персонаж. Но, по крайней мере, это дело случилось несколько позднее и было, как я уже сказал, непростым. Так вот, при попытке понять, что такое доказательство, естественно, начать с того, что такое вообще математическое утверждение. Оказалось, что это довольно просто. определить... Сейчас я прошу прощения. Оказалось, что это определить несложно. Математические утверждения строятся из простейших. Ну, в частности, вот здесь уже использовался символ принадлежности. Ясно, что нам нужны какие-то имена для объектов, с которыми мы работаем, например, для множеств. Ну, переменные, когда мы говорим о любом множестве, мы говорим, вот возьмем какое-то множество х, вот оно принадлежит какому-то множеству у. Кроме того, есть такие логические конструкции. Мы говорим, что одновременно верно и то, и другое. Или из одного следует другое. Важно, что некоторые математические утверждения, они носят характер того, что нечто всегда верное. Или даже такие. Для всякого х существует такое, у, что нечто выполненное. Ну, там мы пытаемся объяснить, что такое простое число. Ну, это такое число. А что такое число, можно определить с помощью понятия множества, как я уже говорил, у которого, если оно на что-то делится, то это то, на что оно делится, есть или самое число, или единица. Ну, вот, я сказал, произнес фразу на естественном языке, но ее можно написать вот с помощью этих значков. И это и будет точным способом, которым воспользовались математики, для того, чтобы объяснить, как выглядят утверждения, ну, и вообще формулы. Вот, когда я говорил про утверждения, то, скажем, утверждение о том, что простых чисел бесконечно много, это утверждение, ну, и даже теорема, к которому мы сейчас перейдем. А вот свойство числа быть простым, это такая вот формула с одной свободной переменной. То есть, формула, там, π от х, быть простым числом, это вот так и записывается. для всякого у. Если у делит х и так далее, то, значит, у равняется х, или у равняется единице. Ну вот, и так возникло представление о том, что такое тот язык и те правила построения, формул этого языка, высказывания этого языка, текстов этого языка, которым пользуются математики. Ну вот, говоря чуть более подробно, в этих правилах построения участвовали такие определения, которые называются еще индуктивными. Ну вот, например, если а – формула, и b – формулы, почему-то мы их знаем, ну вот, мы их уже построили, то дальше вот индукция состоит в том, что а или b – тоже формула. Вот такая универсальная конструкция, которая позволяет, когда а и b входят в некоторый класс, а именно в класс формул заключить, что их такая комбинация, две скобки между ними, а и b и слово или, тоже является формулой. Ну, а теперь как раз уже можно приступить к представлению о том, что такое доказательство. Было изучено, как устроены разные доказательства, какими приемами рассуждения используются математики, и оказалось, что этих приемов довольно немного, и можно их всех описать, уместив на нескольких страницах текста. Ну, например, если нам уже удалось доказать, что для всякого x что-то верно, то мы можем в это что-то вместо x подставить любой конкретный объект, там, любой конкретный натуральное число, и тоже будет верно, например. и это будет означать, так же, как по индукции, с помощью индуктивного определения, как и здесь, что если это утверждение доказано, то и какие-то другие утверждения тоже доказаны. Были утверждения, специально относящиеся к множествам. Ну, вот, например, если мы доказали, что существует множество x и существует множество y, то из этого можно вывести, что существует их объединение. Ну, а объединение – это такое множество z, понятно, которым принадлежат все элементы x и все элементы y. То есть некоторые из исходных утверждений, которые входят в представление о том, что такое доказательство, это утверждение существования множеств. Ну, вот так вот построилась, была построена некоторая система доказательств, устроена таким образом. Некоторые формулы сразу объявлялись доказанными, ну, например, вот такая формула, ну, вот, эту конструкцию можно тоже переписать в виде формулы. Есть ли то? Ну, вот некоторые утверждения объявлялись доказанными, и некоторые правила, как говорят, правила вывода, правила перехода от уже доказанных утверждений к еще одному. Такие индуктивные правила. Вот эти вот индуктивные правила и образовали понятие доказательства в математике. Ну, не сразу стало понятно, что здесь все хорошо, и действительно были разные периоды уточнения того, что такое доказательство. Но в конце концов, так сложилось, что получилась очень небольшая система вывода, небольшая система доказательств, которая, как я сказал, выписывается на нескольких страничках, и в которой удается доказать все то, что удавалось доказать без этого. То есть, вот так замечательно получилось, что вся та интеллектуальная деятельность, связанная с математикой, самые разные доказательства, оказалось возможным изложить в этой системе доказательств. Вот такое фундаментальное событие произошло в начале прошлого века, вот около ста лет назад, ну, там плюс-минус какое-то время. Еще раз подчеркну, что возникло именно математическое понятие доказательства. Вот то, что я здесь выписываю, ну, очень коротко и неформально, может быть совершенно ясно и четко изложено, опять-таки, на языке теории множеств. Ну, скажем, вот здесь есть символы И, Л, И и так далее. Ну, вот это, например, некоторые натуральные числа. А натуральные числа есть некоторые множества специального вида. И так далее. То есть, построение системы доказательств для математики, оно оказалось устроенным так, что его можно объяснить внутри самой математики. На самом деле, даже внутри некоторого очень маленького фрагмента самой математики. Вот такое единообразие, что вся математика, это оказалось теорией множеств, и вот для этой самой теории существует понятие доказательства, одно, охватывающее все математические построения, такой замечательный факт. Ну, вот вы, наверное, слышали, что физики постоянно стремятся к тому, чтобы представить весь физический мир как некую очень простую структуру, в которой не будет разных видов взаимодействий полей, не будет разных многочисленных, все увеличивающих количество элементарных частиц, а все как-то так упростится. Вот математики в какой-то момент этого достигли. Еще раз повторяю, получилось так, что вот все, что они могли доказать, вытекало из этих аксиом. А сами получалось из этой самой системы доказательств. Сама система доказательств, как я сказал, была очень прозрачная и очень очевидная. Ну, ясно, что если есть два множеств, то есть их объединение и так далее. Ну вот, тем не менее, к тому моменту, когда все это вроде бы устаканилось и начало проясняться, люди, занимающиеся этим, вспомнили об одной из задач, которой занимался еще Кантер. Ну, а именно, обнаружив вот такую ситуацию, простую, но красивую и важную, что последовательность нулей единиц больше, чем натуральных чисел, между ними нельзя установить взаимнозначное соответствие, он спросил, а есть ли какое-то множество, в котором элементов больше, чем натуральных чисел, то есть такая же самая ситуация, как и с последовательностью нуля единиц, но меньше, чем последовательность нуля единиц. Существует ли, как говорят математики, промежуточная мощность, множество, в котором элементов больше, чем натуральных чисел, но меньше, чем последовательность нуля единиц. Вот вопрос о том, существует такое или нет, не поддавался наоборот решениям, не давалось доказать, что существует, не давалось доказать, что это не существует, и поэтому это стало такой проблемой. Оно называлось проблемой континуума. На самом деле, эта ситуация не являлась абсолютно новой, и до этого возникали какие-то вопросы, на которые долгое время не удавалось найти ответа. Ну, там вот, все слышали, наверное, про проблему фирма, которую не могли найти для нее ответа положительного отрицательства в течение 400 или каких-то лет, но нескольких столетий. Но есть проблема о том, существует ли бесконечное число простых чисел близнецов и так далее. То есть, сам по себе факт того, что нечто не удается решить, ну, ничего страшного, можно посидеть и порешать дальше. Но вот в середине XIX века была обнаружена некоторая другая ситуация, а именно, люди, занимавшиеся геометрией, тоже в течение тысячелетий, правда, не столетий, пытались доказать или провернуть утверждение о параллельности. Вот такой вот постулат параллельности, да, что если имеется точка вне прямой, то через нее можно провести прямую параллельную данные, то есть, не имеющую общих точек, только одну. Ну, все это помнят из школьного курса геометрии. Ну, и сам по себе этот факт казался правдоподобным, но все-таки намного менее очевидным, чем другие факты геометрии, и поэтому люди пытались доказать математике. В конце концов, вот один из математиков, российский математик Лобачевский, понял следующее, что при разумном понимании доказательства тогда не было полностью формализованного понятия доказательства, о котором я говорю, но тем не менее все соглашались, что это доказательство, это не доказательство. При разумном понимании доказательства в геометрии нельзя доказать вот это утверждение, то есть, если его выкинуть из геометрии, то его доказать не получается, а более того, если добавить отрицание этого утверждения, то геометрия не сильно испортится. Все еще все те же факты, которые можно было и раньше доказать, без использования этой аксиомы параллельности тоже по-прежнему можно доказать. Ну и здесь, вот сам по себе, вот это утверждение, проблема континуума, возникло ощущение, что, может быть, с ней происходит то же самое, но только в масштабах не просто геометрии, как кусочка теории множества, а масштабах всей теории множества, что в теории множества на самом деле невозможно не доказать, не опровергнуть это утверждение, и это понимание возникло существенно позднее, в середине прошлого века, и в 60-е годы это подтвердилось, что действительно, вот один чешский математик Петр Вопенко и один американский Пол Коэн разными способами доказали, что вот утверждение о существовании промежуточной мощности и его отрицание, утверждение о несуществовании такой мощности, оба недоказуемы в той системе, которая была построена для теории множества. Ну, а тем не менее, еще до этого математики, так сказать, обрадовавшись тем, что им удалось точно математически описать, чем они занимаются, а именно доказательствами вот в такой формализованной математике, если угодно в теории множеств, они захотели свое положение улучшить и обосновать, и поставили вопрос о том, верно ли, что вот этой системы аксиом, этого способа доказательств, опять-таки, я употребляю слово аксиомы, хотя, конечно, должен говорить о системе доказательств, достаточно ли ее для того, чтобы получить все верные, все математические утверждения, которые представляются, так сказать, верными. Но поскольку само по себе понятие того, что такое верное утверждение, оно оказывалось не таким простым, то дальше возникла более понятная постановка, а именно такая, что вот можно ли про всякое утверждение, которое могло бы оказаться в теореме, выяснить, теорема это или нет. Ну вот, как я уже сказал, континуум гипотеза является примером, что это не так, что та система доказательств, которая была построена, недостаточно для того, чтобы все или доказательства опровергнуть. Ну, тогда возникло, естественно, следующее предложение. Ну, может быть, можно что-то добавить к этой системе аксиом, ну, вот, например, утверждение о том, что между последовательностями на единице и натуральными числами ничего нет. Ну, и добавить еще несколько, может быть, не столь интуитивных, но приемлемых принципов и, в конце концов, получить такую систему доказательств, которой все можно будет доказать. Ну, вот, это была одна задача, а другая задача была вот какой, и более, так сказать, серьезной. Ну, там, мы не все можем доказать, это ладно, но еще априори представлялась такая возможность, что вот в этой системе доказательств, может быть, можно доказать вообще все, что угодно. То есть, не то, что там вот про нечто можно выяснить, верно это или ложно, а, например, можно доказать каким-то длинным, сложным и запутанным доказательством, что промежуточной мощности в случае континуума нет, а другим еще более сложным, еще более запутанным доказать, что она есть. То есть, доказать одновременно про какое-то утверждение, и что оно верно, и что оно ложно. Ну, казалось бы, это очень такая неприятная ситуация, и, может быть, есть какие-то очевидные способы показать, что мы не находимся в такой ситуации. Но, начав думать на эту тему, мы понимаем, что ситуация не очень простая, потому что для того, чтобы выяснить, что мы никогда не получим противоречия, мы же тоже строим доказательства. А если мы можем доказать противоречия, ну, а это, на самом деле, то же самое, что мы можем доказать все, что угодно, то мы можем доказать и то, что у нас нет противоречий. А еще можем предъявить противоречия. То есть, мы оказываемся, в некотором смысле, в таком порочном круге. Но математики, пытаясь продвинуться в это направление, Они сказали следующее, что можно существенно ограничить систему доказательств, ну, скажем, говорить только о натуральных числах и вообще не говорить о бесконечных множествах и так далее, и тем не менее попытаться доказать, находясь в таком безопасном месте, что вот такого противоречия в математике не возникнет. Ну вот, все это, однако, оказалось делом уже совсем не таким простым и не таким оптимистичным, как то, что я говорил до этого, и сейчас я как раз про это скажу. Но начну тоже с некоторого очень простого примера. Вот есть такая знаменитая история, ситуация. Вот здесь написано вот что, может быть, не вполне разборчиво. Утверждение в этой рамке ложно. Я не буду сейчас заниматься ухищрениями, связанными с тем, что такое эта рамка и так далее. Обращу внимание только на то, что, пытаясь понять, что здесь написано и истинное утверждение или нет, мы быстро запутываемся, приходим к некоторому, так сказать, парадоксу. То есть, если мы считаем, что утверждение в этой рамке, если мы считаем, что это вот утверждение ложно, то тогда то, что написано в рамке истины. А если мы считаем, что то, что здесь написано истина, то значит утверждение в рамке должно быть ложным. Значит, вот возникает такое противоречие, это известный такой фокус вроде бы, но на самом деле имеющий весьма непросредственно отношение вот к той теме, которую сейчас я обсуждаю, а именно к теме о том, как оказались устроены математические доказательства. Значит, ну вот, во-первых, как я уже и говорил несколько раз, само по себе понятие доказательства, система доказательства и понятие доказуемости, доказуемой формулы удалось определить математически. И в этом было одно из достижений математиков. Они простым и ясным математическим языком, используя такого сорта индуктивное определение, которое я здесь демонстрировал, сумели объяснить, что такое формула, которую они умеют доказывать математике вообще. Ну, тем самым есть такая формула, обозначимая, скажем, φ, которая вот описывает эту ситуацию. С помощью теории множеств описывает, что х – это доказуемая формула. Ну, можно построить вот такую формулу уже. Некоторые буквы, именно, давайте назовем ее П, у которой будет два аргумента, которые мы обозначим буквами Б и Ю. Никакого содержательного смысла в этих буквах нет. И означает на следующее, что нет доказательства для результата подстановки В Б и Ю перемещениях. Вот, значит, еще раз. Формула П означает следующее, что вот ее аргументы, Б и Ю, это есть формулы. При этом, если мы формулу Б вместо Х подставим формулу Ю, то получится формула, которая не доказывается. Которая не доказательства. Вот такая конструкция. Здесь есть две переменные, на первом месте, на втором, Б и Ю. Рассмотрим теперь такую формулу. Разрама Г. Когда мы на первом и на втором месте подставляем одно и то же. Значит, мы здесь переменные обозначали как-то Б и Ю, а здесь обозначаем буквами Х обе формулы. И, наконец, рассмотрим такую формулу Г. Вот формулы Г и Г. Что она означает? Ну, если мы прочитаем, что означало формула П, то она означает, что если мы формулу Г вместо переменной Х подставим формулу Г, то полученная формула будет недоказуема. Но полученная формула – это и есть, вот она сама здесь написана. То есть, эта формула утверждает собственную недоказуемость. Ситуация очень похожая на ситуацию с рамкой, которая была здесь описана. С той тоже разницей, что здесь речь идет о доказуемости как формальном математическом понятии. Речь идет о совершенно конкретной формуле, которую можно написать в связи с нашей системой доказательства. Итак, у нас есть некоторое человеческое рассуждение, которое убеждает нас в том, что эта формула недоказуема. И есть человеческое утверждение, убеждающее нас в том, что она доказуема. Ну, это означает только, что вот наши рассуждения, которые убеждают нас в том и в другом, они на самом деле не могут быть в этой системе доказательств реализованы. По крайней мере, одно из них. Ну, или это означает, что в нашей системе доказательств можно доказать все, что угодно, ну и значит, наше занятие математикой ничего не стоит. Ну вот, эта ситуация показывает, что наша система доказательств, как это говорят в математике, не полна. В ней про что-то нельзя не доказать, не опровергнуть это. Ну, более того, на самом деле в том доказательстве, которое сейчас здесь, набросок я привел, а его можно выписать более подробно, но основывается оно, мое рассуждение, на том, что все то, что можно объяснить словами, можно написать и в теории множеств. Ну, а это, вот, вроде бы математики проверили, вы это тоже умеете делать. Что? Система доказательств здесь может быть самой разной. Важно только, что в ней вот какие-то вещи можно объяснить, которые мы, про которых я здесь говорил. Но на самом деле к ней можно было бы добавить и вот это утверждение о промежуточной мощности, о существовании промежуточной мощности между последовательностями и натуральными числами. Можно его отрицание, можно добавлять все, что угодно, в некотором смысле. И ситуация эта не исправит. То есть, вот ситуация с неполнотой, когда нам не удается доказать ни утверждения, ни его отрицания, она связана с самим существом дела. И это очень такая неприятная, но вот как я только что объяснил, неизбежная особенность математики. Ну вот, на этом я хотел бы первую часть того, что я хотел сказать, закончить. Ну, тут часто вопросы не задают, но и даже задают. Есть ли какие-нибудь вопросы на тему о том, что я сказал? Нет. Хорошо. Ну, теперь вторая часть. То, что я пока говорил, относилось к общим представлениям о том, что такое математика и как можно внутри самой математики объяснить, что такое математическое доказательство. С одной стороны, это сделать удалось, с другой стороны, выяснилась такая неприятность, что вот не все математические проблемы, заведомо не все и всегда, можно будет решить. При этом, можно здесь довольно естественно обобщить понятие системы доказательств и придумать некое общее определение, достаточно простое и прозрачное, что такое система доказательств вообще, пользуясь понятием вот типа этого индуктивного определения, что, имея что-то уже доказанное, можно дальше получать одно или другое, третье, пятое и десятое. Возникает общее понятие исчисления. Ну, я сейчас не буду на нем останавливаться. А скажу другое, что наряду с общим представлением о том, что такое доказательство, математики рассматривали и общее представление о том, что такое формальная деятельность по некоторому алгоритму. Ну, с разными алгоритмами довольно много математики имели дело в течение многих столетий. Но к 30-м годам прошлого века возникла такая необходимость и потребность в том, чтобы описать общее понятие того, что значит нечто, может быть, выполненное по алгоритму. Что такое вообще вычислительная процедура. А более точно, ну, например, если у нас имеется множество текстов, последовательности букв, ну, например, даже тех же самых 0,1 или цифр, и есть отображения из множества текстов, ну, в него же, например, то некоторые этих отображений, они алгоритмически сдаются. Ну, например, возьми текст, в нем возьми последнюю букву, поставь его в начало. Или там удвои этот текст и так далее. Все это описывается некоторым алгоритмом, который можно разбить на маленькие понятные шаги и дальше объяснить, как этот алгоритм выполняется. И возникли некоторые общие определения. В частности, вот такие отображения, скажем, из текста в тексты, которые описываются алгоритмически, можно называть еще вычислимыми отображениями или функциями. И здесь ситуация оказалась такой. Оказалось возможным дать некоторое такое достаточно тоже простое понятие того, что такое вычислимая функция, а именно всякая вычислимая функция тоже сдается некоторой программой. И понятие программы тоже удается описать формально, как и понятие формулы. Таким же индуктивным построением. Дальше объяснить, что значит выполнить программу. Объяснить в очень простых конструкциях теории множеств. И получилось, что так же, как любые доказательства, нам удавалось записать внутри системы доказательств для множества, так же и любые алгоритмы, известные людям, удавалось записывать с помощью программ на некотором фиксированном языке. В случае доказательств, как вы помните, естественно, была такая попытка считать, что все замечательно, и все, что мы можем доказать, можем доказать в этом языке, и про все, что в этой системе доказательств, про все то, про что хотелось бы узнать, истинно, это не ложно, когда-нибудь мы сумеем найти доказательства или опровержения для этого факта. И вот я здесь показал, что эта ситуация провалилась в некотором смысле, хотя математика все-таки сохранилась. Здесь ситуация в каком-то смысле была похожа, в каком-то смысле отличной. А именно, как я сказал, было предложено считать, что все то, что мы можем как-то вычислять с помощью некоторых алгоритмических действий, все это может быть описано с помощью фиксированного понятия вычисления, с фиксированного понятия программы. И здесь не возникла ситуация, чтобы отыскивались какие-то новые очевидные вычисления, но не вписывающиеся в то понятие, которое было исходно дано в 30-е годы. Наоборот, выяснилось, что никаких новых ситуаций не возникало. Впрочем, здесь есть некоторая тонкость. Когда мы говорим про систему доказательств, то нас может интересовать только то, что мы в конце концов сумеем доказать, так сказать, множество теорем. А можем доказать самим ходом доказательства. Ну и вот там, собственно, что было проделано? Было показано, что те приемы доказательств, которые использовали люди, и те исходные утверждения, которые были им интуитивно правдоподобны, которыми они пользовались, все это удалось занести в систему доказательств, и она оказалась такой близкой, в некотором смысле, к естественным рассуждениям человека. Здесь пока что я сказал более слабую вещь. Я не сказал, что вот эти программы работают похоже на конкретные вычислительные алгоритмы. Я сказал только, что те отображения, вот из текста в текст, которые эти программы сдают, оказываются теми же самыми. То есть при любом конкретном способе алгоритмической деятельности мы будем получать только те функции, которые сдаются с помощью формальных программ. И здесь были сделаны попытки все-таки описать уже менее формально, какие бывают способы формальной алгоритмической деятельности. Ну, например, такие, что они в каком-то, может быть, большом объекте, в каком-то большом тексте затрагивают за один ход только маленький такой кусок ограниченного объема. Может быть, не только текст, а более сложные структуры рассматриваются и так далее. Ну и вот в 50-е годы прошлого века Андрей Николаевич Калмогоров и вот его ученик Владимир Андреевич Успенский, который здесь сегодня присутствует и на этой школе, они придумали такое общее понятие о том, какие бывают алгоритмы алгоритмы Калмогорова-Успенского. И это понятие, ну, в таком уже менее формальном и более интуитивном смысле, годится в качестве общего описания любой такой алгоритмической деятельности. Но вот сейчас я говорю про ситуацию с вычислимыми функциями только и с программами. Утверждение о том, что мы можем все с помощью программ в некотором подходящем языке записать, называется еще иногда тезис Чорча. что всякая вычислимая функция может быть вычислимой с помощью некоторой программы вот на каком-то формально описанном языке. Значит, вот теперь я хотел бы привести еще одну конструкцию, очень похожую на то, что у нас было раньше. Наши программы вообще-то могут применяться, конечно, не только к текстам, но к парам текстов. Это во-первых. А во-вторых, наши программы сами по себе это тексты. Ну, что я уже говорил. Вот давайте теперь попробуем проделать такую операцию, похожую на историю с нулями-едницами, которая там была написана, я ее стер. Давайте создадим таблицу, в которой будут все тексты. Здесь какой-то первый текст, здесь второй, здесь третий и так далее. Ну, и здесь тоже будут тексты. Некоторые из этих текстов являются программами, другие не являются. Давайте заполнять эту таблицу таким образом. Будем здесь вписывать нолик, если вот этот текст, давайте напишем, начнем с единицы. Будем писать здесь единицу, если вот этот текст является программой, его можно применить вот к этому тексту, и что-то получится. Вот тогда будем писать здесь единичку. А в других случаях будем писать нолик. Вот. Вот получим такую таблицу. В этой таблице у нас имеются вроде бы все тексты, в том числе все тексты, являющиеся программами. ну и теперь можно попытаться проделать ту же самую диагональную конструкцию, которая там была показана. А именно понять, а вот если взять диагональ и на диагонали поменять нолики на единички, единички на нолики. Ну, получим опять некоторую последовательность. Как мы выше говорили, этой последовательности здесь нету. Но что это означает? Давайте подумаем. посмотрите. Мы пытаемся описать я сейчас пытаюсь описать некоторый алгоритм. Он стоит следующим. Чтобы вычислить значение программы на каком-то тексте, мы должны посмотреть, что стоит в этой таблице на месте соответствующем этому тексту. Посмотреть, что здесь стоит и поменять ноль на единицу и единицу на ноль. Ну, вполне вроде понятный алгоритм. Мы отыскиваем клетку в таблице. как это сказать? Ее понятно. И давайте просто вместо того, что там стояло, берем другое число. Получается, что в нашей таблице некоторого алгоритма, который сейчас я описал неформально, но наши программы все алгоритмы охватывают формальные и неформальные, некоторой программы нет. Ну, вот, сейчас уже стоит попытаться спросить у присутствующих, как это получилось. С одной стороны, я вроде бы говорил, что у нас всякий алгоритм программы может быть задан, то есть, он встречается в какой-то строке, а с другой стороны, что у нас нашлась такая программа, такой алгоритм, для которого нету программы. из тех, кто не знал ответ раньше, если кто-нибудь, то может попытаться понять, почему так получилось. Где здесь фокус? Да, пожалуйста. Это связано с тем, что мы просто не можем записать такую таблицу, так же, как с комплексными численными, когда мы рассматриваем, комплексными, конечно же, с континуумными рассматриваем, мы просто не могли выписать столько строчек. Может быть, здесь вот эти программы, которые мы выписывали слева вертикально, мы просто не имеем их так выписывать. Ну, я думаю, что это очень разумное соображение, давайте попытаемся чуть-чуть его уточнить. Значит, итак, вспомним, с чего я начал. Я сказал, что мы построим такую таблицу. То есть, по существу сказал, что у нас есть алгоритм для построения этой таблицы. Действительно, этим алгоритмом мы пользовались и при описании того заключительного алгоритма, о котором я сказал. Значит, когда мы пытаемся строить эту таблицу, еще раз, как узнать, что здесь стоит единица? надо взять программу, которая здесь написана, применить к этому тексту, ну, например, к этому тексту, подождать пока вот это а это текст. Работа закончится, написать единицу. Ну, все хорошо. дальше я сказал, а вот если чего-нибудь не получится, например, это не окажется программой, или с этим текстом программа работать не закончит, то тогда здесь мы должны писать ноль. вот вот здесь как раз и есть тот фокус, о котором идет речь, который я, так сказать, проглотил, когда это рассказывал. А именно, выяснение того, что программа не закончит работу, вовсе не по силам тому, что я назвал алгоритмом. Вот алгоритм может ждать, пока вот эта программа на тексте закончит работу. И когда работа закончится, то все в порядке. А вот дождаться, что тот алгоритм не закончит работу, дождаться до бесконечности, он не в состоянии. Поэтому то, что я описал, вовсе не было алгоритмом построения этой таблицы. Раз это не было алгоритмом, для него не существует программы, не существует программы для всей той ситуации, о которой я говорил. Вот это является ключевым элементом в нашем доказательстве, в нашей конструкции. То есть мы по существу доказали следующее. Мы доказали, что не существует алгоритма построения такой таблицы. есть существует алгоритма, который бы по двум текстам выяснял, можно ли применить этот текст в качестве программы к этому и выяснить, заканчивает ли он работу. То есть мы доказали тоже некоторую теорему о несуществовании. Так же как в случае с диагональю на той половине доски мы доказали, что не существует взаимно значного соответствия, так же и здесь мы доказали несуществование алгоритма выполняющего некоторую работу. То есть мы доказали, что вот эта самая функция от двух аргументов не является вычислимой. Ну то, что вообще функции бывают невычислимой, это конечно дело простое, поскольку мы сказали, что все вычислимые функции сдаются программами, то есть некоторыми текстами, а всех текстов конечно бывает только счетное число, ну а функции как мы можем доказать, исходя из того же самого соображения, несчетное количество, поэтому неудивительно, что некоторые функции невычислимые. Но вот такую явно описанную функцию предъявить, вот она предъявляется в этой конструкции. Ну и конструкция эта была построена еще примерно тогда же, когда было осознанно 30-е годы прошлого века, когда было осознанно, что же такое общее понятие алгоритма. Ну вот еще об одной вещи, которую я хотел сказать здесь. Я хотел обратить внимание на то, что вот некоторые алгоритмы у нас здесь не существует, то есть для некоторой сдачи нет алгоритма для вычисления вот того функции, о которой я сказал, нет алгоритма, нет программы. Но по ходу дела мы обратили внимание вот на что. На то, что существует такая программа давайте назовем ее УП такая универсальная программа, которая может получив на вход любые два текста Т1 и Т2 дальше поступить таким образом. Считать, что Т1 есть текст программы, который нужно применить к тексту Т2 и получить какой-то результат. А вот обращаю внимание, что если Т1 на Т2 будет работать бесконечно долго, то и это, вот то, что я назвал УП, универсальная программа, тоже будет работать бесконечно долго. Но, тем не менее, для всякой конкретной программы Т1 результат будет получен, если программа Т1 получает зад на Т2. Ну, вот существование такой универсальной программы достаточно понятно, просто, поскольку мы пишем наши программы в некотором языке и исходно этот язык был устроен так, что мы его понимали, то есть можем выполнить то, что написано на этом языке. Но отсюда вытекает, что и вот эта самая универсальная программа тоже может быть задана некоторым текстом, который позволяет работать вот таким образом, как я сказал, получая любую конкретную программу, дальше ее выполнять. Но, вот эта ситуация, она кажется, на первый взгляд, довольно удивительной с чисто математической точки зрения, а с другой стороны, в реальности существующие компьютеры, они в некотором смысле тоже универсальны, то есть они понимают любые программы, которые мы им задаем, и могут их выполнять. Вот, ну вот я на самом деле существенно раньше планирую закончить, вот через пару минут то, что я рассказывал, и поэтому тоже был бы заинтересован в том, чтобы услышать несколько каких-нибудь вопросов к этому относящихся. Ну вот я еще раз напомню, что я начал с рассказа про множество и про то, что было построено понимание, возникло понимание того, что математика это есть такая наука про множество, и была предложена система доказательств для всех математических теорем, дальше возникло ощущение, что было бы хорошо, чтобы все, что можно доказать, опровергнуть, и еще было бы здорово доказать, что противоречия нельзя в математике получить, ну и вот я объяснил, почему это не прошло, такая надежда не реализовалась, и потом еще сказал про то, что было понято, что такое вообще любые вычислительные процедуры, что они могут задаваться в некотором тоже фиксированном языке для программ, ну и вот как была доказана теорема о том, что некоторые понятные, как описанные функции невычислимы, то есть для них программ не существует, есть ли у вас какие-то вопросы по всему этому? Нет, да? Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ